Подъезд И даже в спальных районах совсем не парадные в своих интерьерах упорно называют парадными. Здесь в какую ни зайди, ничего вокруг тебя не изменится. Они все одинаковые. Ну а в каком еще виде можно прийти в одну из самых красивых парадных Петербурга? В такой дворец, иначе не скажешь, вход должен быть только в классическом костюме. В парадной меня встречает Юрий Александрович. Одет по-домашнему джинсы и рубашка. Все так, как принято в этой парадной. Его послевоенное детство началось именно здесь. Детские мои воспоминания – это вот этот вот ужас и кошмар. Эти колонны выбитые, исписанные. А что на ней было написано? Неприличное что-то? Да нет. Ну что-то, ну что писали. Нет. Здесь был Вася? Ну что-нибудь в этом роде. Это сейчас здесь идеальная чистота, как в музее, тишина, словно в библиотеке, и даже старинная немецкая фортепиано. В своей парадной местные жители устраивают вечера классической музыки. А ведь еще 25 лет назад эти стены выглядели вот так в конце 90-х. Их увековечил Балабанов в своей, ставшей культовой, картине «Брат». Роскошные, великолепные, заброшенные и забытые парадные Петербурга. Каждое из них – уникальное произведение искусства. Они всегда были лучше даже самой дорогой декорации. По ним можно изучать антологию отечественного кинематографа. Мы заходили с вами, нас встречал швейцар, и лежала ковровая дорожка. То есть вот здесь вот это крепление у нас осталось. То есть только остатки, да? Да, да, только остатки. И таких осколков великолепного прошлого в этой парадной в доме Ночайковского десятки. Гид по городу Анастасия всегда приводит сюда туристов. Для того, чтобы показывать и такой непарадный Петербург, который начался еще в начале 20-го века. Зданием с 1916 года владел Игнатий Порфирьевич Манус. Манус вообще влиятельнейший человек, была такая скандальная, одиозная личность того времени. И, естественно, для себя в этом доме он захотел сделать ремонт. Но сделал этот ремонт только там, где ходил сам. По сути, мы видим стык вот этого ремонта 1916 года. Да, совершенно верно. Вот это 1916 год, мы работаем на штукатурку. А это какой год? А это 1873. Не парадных, парадных в современном Петербурге сотни. Вот лишь несколько адресов. И если в каждой из этих парадных хотя бы элементарно покрасить стены или отмыть полы, выглядеть они будут уже точно иначе, как настоящие парадные. Пусть и не такие величественные, которыми были когда-то. Дворец князя Меньшикова – это первый губернатор Петербурга. А вот первый дворец в городе. И вот она, первая парадная лестница. Выполнена из дуба и ведет в княжеские покои. С тех пор в Петербурге принято называть подъезд парадной. В некоторых словарях можно найти еще одно название – парадная. А в чем разница? Возле лестницы – это еще один вариант. Выясняем с доктором филологических наук Валерием Ефремовым. Парадная – это, конечно, сокращенно от парадной лестницы. А парадное, я думаю, это попытка уйти от ненужных ассоциаций с лестницей или с подъездом. Что такое парадное? А что это такое? Откуда это появилось? Я думаю, что это связано с тем, чтобы сделать более нейтральным, убрать вот эту память о дореволюционной какой-то ситуации, потому что действительно непонятно, что такое парадное. Ну и слава богу, то есть вообще в русском языке существительность среднего рода не образуется. То есть я правильно вас понимаю, что если бы мы сейчас жили в эпоху дореволюции, то вот здесь бы над словом «лестница» было бы слово «парадная». Или было бы просто «парадная». Она всю жизнь спускается не по парадной, по черной лестнице, но относится к ней, как к парадной. Есть такое пафосное слово «Родина». Но это «Родина». В настоящую парадную доходного дома Елисеевых вводят экскурсии. Сюда пускают за деньги. Откройте, пожалуйста. А мы в парадную, Светлана Алексеевна. Светлана Паскрякова готова каждому бесплатно рассказать о своей парадной. Здесь на каждом этаже привет из позапрошлого века, который местные бережно хранят. Вот, например, дверной звонок. А как он действовал? А там была как бы такая вот цепочка, и просто там звенел колокольчик. Динь-динь. Подъезд или парадная? Конечно, парадная. Ну, очевидно, парадная. Ну, я в детстве в коммунальном Ленинграде научился только парадная, поэтому так говорю. Парадная, она ведь... Она в сердце, она в сердце ленинградцев, петербуржцев. Да, мы все с особым смыслом, понятным только петербуржцам, произносим слово «парадная». Порой над нами даже смеются, но почему-то мы забываем о том, что парадная всегда должна оставаться настоящей парадной. Они разные, роскошные, заброшенные, восстановленные, одинаковые. Но такие они есть только в Петербурге. И ими нужно не просто гордиться, но и, конечно же, их нужно охранять. И лишний раз не бросить окурок на парадную лестницу, а просто взять и отмыть, например, некогда величественный и роскошный вензель. И тогда наш город точно будет гордо нести свое звание – Парадный Петербург. Иван Уваров. Пульс города.